А где ты рыбу покупал? Здесь, курчатую? А я покупал в Кулбске, она мороженая была, свежая, вкусная. Ух ты, уже. Это ты на кукурузной муке жарил, да? Ага. Что, уже началось, да? Да. Так, а вечером будет на площади, ты знаешь, там сцена, установили. На площади? А я читал это мероприятие, что концерт будет в 20.00 здесь. Да, мы ВКонтакте читали, что на площади и там сцена установили, салют будет там. А я в 20.00 концерта здесь. А ты видел, на площади сцена стоит? Ну, может, они днем там будут? Нет, вечером. Ну, посмотрим, ты пойдешь на день города? А ты читал? Да, ВКонтакте там. И именно на площади? Ну, Таня читала и мне говорила. Не я именно читал, а она читала. Ну, при мне читала. Друзья, смотрите, какая аппетитная рыбка. А ты пойдешь на день города? А? Пойдешь на день города? Да, я все, не думал, что уходу себе сделать. Ну, я говорю, на день города пойдешь вечером? Ну, если не поеду, лука, сука, поеду. Ну, сделай один день, отдохни. У тебя ловит тут интернет? Ну, у меня же это, да. У меня тут и вай-фай, и телевизор. Только телевизор я не могу. Классная рыба, хуста. Па, ну что уже это, ты не знаешь там про Лене, что там? Нет, я ведь в Катозу ничего не знаю. А я знаю про Иринова, которого он таджик. Ну-ну. Она, короче, уже с ним не жила год, он остался здесь жить в Курчатой. А его потом депортировали. Депортировали? В Таджикистан. Ну, поймали здесь и депортировали. Он там на мойке работал. Она же говорила, вот сейчас я знаю, что такое сейчас. А, и что? Скала, и в итоге его бросила. А она в Курск, в Москву же уехала и его бросила? Нет. Она шлюха. Нет, она здесь, она здесь живет. А это Света говорила, типа, ну, Юра, говорит, а кто, типа, захотел расстаться? Она говорит, ну, мама захотела. Короче, не захотела она с ним жить. Да она шлюха, елка. Она сколько их поменяла, блядь. Если ее Леня таскал. Наверное, по Игорю страдает, сохнет. Игорь страдает? Нет, она по Игорю. Да сиди, блядь, ну, Гриш, не смеши. Грех, блядь, за кем по ком-то страдает. Она же, блядь. Блядь, тоже я уже старею так, блядь, вообще смотрю на тебя, блядь. Морщины появляются, блядь. Гранди, это старость, не радость. А мужчин, наоборот, это... Да, хрен, уже 43 года, блядь, уже. Мужчина, чем старее, он красивее становится. Да баба становится страшной, блядь. Недаром говорят, баба-яга, блядь. Дуративная и страшная, блядь. А вкусно на кукурузной муке, да? Да, да, мне нравится. А, да. В основном, площадь свобода, по различным концертам. Я хочу сказать, что Курчаковская надежная производит такое грандиозное впечатление, что сразу же вспоминаются древние времена, и я думаю, что не лично даже можно назвать Курчаковский променад. А, у нас только парусная регата. Блин, вчера такая холодина была вечером, да? А ты вчера ездил в Лукашевку? Да, интригент вчера же косил. Да? Витька не поднимал трубку, звонил ему раз в шесть, наверное. Поехал, думаю, попробую. Стал заводить, ни хера тут труба не заводится. Она же советская, блядь. Это жена такая. Да она китайская какая-то. Нет, это русская патриот. Хуйня, блядь. Дергал, дергал за эту ручку. Бензин купил, масло купил. Ни хрена, да? Нет. Да это надо было возиться с ней. Я плюнул, думаю, ну тебе нахуй. Взял, косу и пошел. Пол огорода скосил. Тебе надо свою купить, какую-нибудь нормальную, хорошую, да? Ну, конечно, надо импортную купить, там, Бош, скажем, или Макиту, или там, какие-нибудь вот эти. И все, да? И японские, да. И проблем никаких нет. Это я вспоминаю, блядь. Это карасипа, да? Крас, да. Такие большие, как карпы, да? Ага. Я сразу, когда стал возиться с ней, сразу вспомнил свои жгули. Все время не вылезал из-под них. Ремонтируя. Хуйня это, блядь, ты что? Советская, русская, блядь. Они же ни хуя не создают, ничего не делают. Они только продают, или они бабки в карманах. Вот у нас по Курску, ну, а больше-то ничего и нет. Ни одного завода нет. Все это старье, которое было, разломали. Единственное, вот что, современная фабрика, это вот это, что Хохлы построили, комнате. Вот на всю область. Современная, ну, современная фабрика. Так, а ты ему звонил, он тоже трубу не берет, да? Не берет, сука. Я ему уже с Лукашевки звонил спросить, ну, что он ей делает, когда... Ну, мне подумай. Ну, ну, можно было... Ну, я колеса накачал. Накачал? А чем? Электронасосом. Взял электронасос и накачал. У кого? У Таня? Ага. Хорошо. А я вожу этот насос. А знаешь, сколько он стоит, этот электронасос? 500 рублей. Да то что? Да. Так дешево. Да, она за 500 рублей купила. И две секунды раз накачал все четыре колеса. И манометр там, да? Да, да. Две с половиной атмосферы должно быть закачано. На блоке две с половиной? Ну, вообще, я читал на легковушках от 1,8 до 2,5. На джипах 3,5. Три с половиной. Нет, так на твоей нет. 2,5 это много. Почему много? 1,8 и 2,5, а 2,5 закачал. Две с половиной атмосферы. 1,8 это на передние колеса, 2 на задние. Нет, там вообще, это, я читал, что все должны колеса одинаково быть накачаны. Нет. Но 2,5 для Волги это много. Ну, ну, приспустить надо тогда. Почему? Потому что, если она сильно накачана, это колесо, ну, то, что, может, она, это, деформируется тоже. Да, она даже лопнуть может, если она перекачана. Ну, лопнуть-то может, надо такое давление не лопнуть. Ну, расход бензина уменьшается на 10%, но она становится более такая, жесткая. А если приспученные колеса, то она становится более мягкая, как бы, но это расход топлива увеличивается. Ну, для Волги много. Я вот заканчиваю две атмосферы. Ну, максимум все больше. Да? Ну, а ты, у тебя есть этот, который измеряет это? Нет. Надо купить. Да сколько он там на рынке стоит копейки? Да я это, я порой когда, я так на глаз уже приспособился, если видишь, что чуть-чуть, ну, там, переспущено. Да, что на монтаж еду, подкачиваю, а там маномер на них стоит. И, что ли, колеса проверил, подкачал где надо, где и все. Они же бесплатные, наверное, но воздух качаешь, компрессор бесплатный. Волги не спускают... И это так, и это мысер, сам с вами. Не знаю. Ну, у меня не спускают. У меня резина короткая. Да, не знаю, не знаю. Да, не знаю. Вот. Я же поспал. Я же поспал. У меня резина короткая. Да, я думал они здесь в конце будут, как в тот раз, с этой кавалиной. В Лукашевку надо ехать, отвезу грибы, их же надо под гнём там ставить. И покажу тогда. Повезешь в Лукашевку? Ну да, а приеду, чтобы грибы посадить, и покажу до обеда, чтобы до двух-трёх. И тогда приеду. Ну, вечером пойдёшь тогда на эту? Да. Я думал, что здесь концерт будет, а тут что, ребята? Фу, блин, же какой неофиг. О, блин. Покосишь, да? Ну да. О, блин. у тебя машинка стиральная езды а я тебе на чем стирал а ну да ишу по на если поешь лукашинку купим хлеб пожалуйста в буханку вчера хотел купить а он это не свежий я не стал покупать я хотел сразу 3 будешь борщ с грибами не хочу скажешь рыбу поем вот этот гимн я когда был маленький я ничего про политику еще записываю потом я всегда боялся это и музыки она на меня страх какой то она выборол Это с грузьями суп, да? Да. Хочешь? Не-не-не. Попробуй. Не-не-не. Я уже кастрюлю целый съел. И жареное ел. И ничего же. Так они отмочили хорошо. Я в понедельник, сегодня у нас суббота, уже шесть дней они отмочивались. И все время воду меняется. А сколько их надо отмочить? Ну, 3 дня, вроде, тут как хватает. Ну, если больше отмочил, все время вода меняешь, но еще лучше всю горечь вытаскивать. А это куда вы ездили? В какую село? Куда ездили? В какую деревню ездили? Ну, за грибами, я думаю. За Апанасинкой. Ну, короче, не доезжая Апанасинку, вот так дорога на Николаевку, потом с ней указатель на Апанасинку. вот, сделаем там, не видишь, что ли. Так уже не объяснится. Ну, и так много. только лес по лесу ищем, да? Это. А кто вот сел, срезал здесь, шернул дальше, опять срезал. А лес большой? Да. Ну, там везде, и там, и там леса. Ну, видишь, место тоже надо знать. Они же в лесу тоже не везде растут? Ну, да. Вроде бы лес и то же самое, а есть нет. А в другом месте тот же лес, а их валом. Это Николаевна места знает. Она же сама в Дроняево стоит. Она деревенская сама, да? Да, и родилась, и родители ее родились. Это, собственно, этот лес в Дроняево, грубо говоря. Но только там дорога разбитая, не проедешь, и через Апанасинку. Ну, сама Апанасинку не заезжает, не доезжая, Апанасинку сворачиваешь и уходишь обратно на сторону Дроняево. Я все, следующее воскресенье уезжаю в Москву. Все? А представляешь, билеты сейчас как дешево стоят. Билет я купил, это, 770 рублей. А чего? Не знаю, вот осенью они дешевеют. Летом дорого, а осенью дешевые. И, короче, они сделали 1200 стоит нижнее место, а 770 – верхнее. Я взял себе верхнее. 770 рублей дешевле, чем даже на автобусе. На автобусе 900 стоит. А то лучше тогда. А летом, блин, были по 2000, прикинь, в три раза дороже. Да, РЖД это, блядь. Какие спределы. И они очень богатая компания. У них и своя армия, и своя полиция, блядь. Я не говорю ничего о политике. Это даже не политика. Я говорю, как она сделана. А детишки падают. Угу. Угу. Не, ну хорошо все-таки здесь вид. Да, красиво. И море, да, вода. Блин, надо мне тоже снять сейчас эту, ребята. А я снял уже на видео. Снял? У дяди Вити нет такого вида из окна. У дяди Вити много человек. У него же гули есть советские. Уеровка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...